Сибирский революционный комитет Так в те годы назывался Новосибирск Цель полета – сбор денег на строительство Красного воздушного флота Тогда же аэроплан отправился по маршруту Бийск-Горноалтайск-Чимал Около 80 человек, в том числе четверо крестьян, одному из которых было 102 года, впервые совершили полет К сожалению, население так было поражено и заинтересовано, что почти не подчинялось указаниям распорядителей И все время держалось около самолета при его спусках и взлетах Из-за этого некоторые бийчане получили травмы Позже в Чимале при взлете аэроплан напоролся на острый камень, повредил шасси, колесо и пропеллер Другой самолет, Сопвич, разбился в марте 1926 года, совершая круговой агитполет в селе Павловское Пилот задел провода ЛЭП Именно этот случай подорвал доверие жителей края к воздушным судам Возобновление авиакомпании произошло лишь спустя несколько лет В 30-е годы самолетов было немного Их насчитывалось несколько десятков И в основном они перевозили грузы между Барнаулом, Бийском, Новосибирском, Горноалтайском Были линии в отдаленные районы Горного Алтая, такие как Усть-Кокса, Кошагач, в район Телецкого озера Ну и также в район Рубцовска, то есть в степные районы Однако война внесла свои коррективы в развитии воздушного флота Многие барнаульские летчики отправились на фронт, некоторые из них служили на своих ПО-2 В городе тем временем открылись ремонтные мастерские На отремонтированных бортах летчики вновь отправлялись в зону боевых действий Продолжилось развитие гражданской авиации в 50-е годы Так в 52-м создан 118-й авиаотряд А еще через год в селах и городах края заработали 11 аэропортов На самолетах за год перевезли около полутора тысяч пассажиров Барнаульский аэродром в то время находился на месте современной улицы Взлетной Полеты, как правило, производили на самолетах Ан-2 или проще кукурузники А также Як-12, который вмещал всего трех пассажиров У меня старшая сестра, она работала юристом И вот она мне часто рассказывала, как она по этим районам летала на этом Як-12 Ну, он, конечно, такой, что люди, которые плохо переносят вестибля на палат слабенький То они очень тяжело переносят эти полеты И вот она мне приходила, белая вся Для нее подойти к этому самолету, это была просто страсть какая-то Но зато это было Елена вспоминает, перелет был доступен для большинства А рейсы пользовались спросом Перемещаться по воздуху было быстрее В том числе из-за плохого состояния дорог Следующая веха в развитии малой авиации Открытие нового аэропорта в 1967 году За первые четыре года работы число пассажирских перевозок выросло в 170 раз А к 1973 году алтайские авиаторы перевезли уже полмиллиона человек Часто рейсы были выстроены так, что самолет забирал много пассажиров в Барнауле Потом их развозил по цепочке райцентров Которые там близко друг к другу расположены И работал в режиме маршрутки То есть было достаточно удобно Пользовались часто, регулярно Ну и по доступности, конечно, это было дороже, чем, скажем, поезд Наверное, дороже, чем автобус Но тогда все равно можно было себе позволить этот перелет Билет стоил всего от 10 до 12 рублей Парк техники регулярно обновлялся Пилоты начали летать на Л-410, реактивном Як-40, а также на вертолете Ми-2 За 1981 авиапредприятие перевезло почти 750 тысяч человек Из них свыше 270 тысяч местными воздушными линиями Однако в 90-е вместе с крушением Советского Союза начался упадок малой авиации Из-за плохого финансирования аэродромы закрывались один за другим Как считают эксперты, малые авиалинии изначально были убыточными А их содержание было возможно лишь за счет государства Малая авиация во всех странах, она дотационная Вот куда ни возьмите, в любой стране Если государство имеет возможность содержать малую авиацию Они это делают, потому что это необходимые вещи Для инфраструктуры она просто уникальная Естественно, в этих странах присутствует народ Которые имеют определенную платежеспособность Которые могут себе это позволить По данным маркетинговой компании ПВС Лидер по авиации общего назначения Часть которой небольшие самолеты до 25 мест Америка Вторую позицию коллективно занимает Западная Европа Особенно выделяются Великобритания, Франция и Чехия При этом в США авиация не только потребляет дотации Но и приносит выручку Если отделить авиационные работы от авиационных путешественников Вот как мы с вами То американцы получают косвенный доход от путешествий авиационных 1,9 миллиардов долларов Это если они прилетают, условно говоря, без ночевки Ну прилетел, сел, вернулся обратно Там заправился, там за базировку заплатил И 4,2 миллиона долларов, если они прилетают с ночевкой То есть это апартаменты, это сувениры, это еда, это трансфер и так далее Важнейшим отличием минигулов считают терминалы General Aviation Которых нет в России, но они распространены в США и Европе Там терминалы находятся на территории федеральных аэропортов Но принимают исключительно маломестные самолеты Еще одна причина отставания, по мнению летчиков Излишняя стоимость разрешений на управление судами Чтобы человек получил пилотское свидетельство Ему нужно потратить 1,5-2 миллиона Это только для того, чтобы получить разрешение садиться в самолет и лететь Потом тебе этот самолет нужно зарегистрировать Получить на него сертификат соответствия Это очень дорого Также едва ли доступна и покупка самолета На данный момент, говорит преподаватель, российские производители Практически не выпускают воздушные судна А покупка иностранных из-за постоянно снижающегося курса рубля Становится слишком затратной Все это, по словам Лейманиса, влияет на себестоимость билетов Пассажиры попросту не могут себе их позволить Еще одна проблема – малое количество пилотов На данный момент гражданских летчиков готовят всего в трех учебных заведениях В Москве, Питере и Ульяновске Школа, где детям преподают первоначальную летную подготовку, немногим больше Одна такая есть и в Барнауле Именно в ней работают Янис Лейманис и Елена Житнева Они рассказывают, школьники не летают на самолетах с 2008 года На это нет денег Основа их знания – это теория Исключение составляет лишь парашютная подготовка – три прыжка в год И полеты на авиасимуляторе Открывается парашют вот этим кольцом основным Берешься правой рукой за кольцо вот так И вот таким движением И если парашютный тренажер, через который проходят все курсанты перед настоящим прыжком Стандартен для авиации То систему симуляции летной школе пришлось разрабатывать самостоятельно Для ее работы используют современные компьютеры, модели штурвалы и переключателей А также очки виртуальной реальности Тренажер позволяет сформировать не только правильное распределение внимания, но и научить будущих пилотов взлету и посадке На выбор – несколько десятков самолетов и вертолетов Однако даже такие тренировки не гарантируют поступление в высшее учебное летное заведение На одно бюджетное место зачастую претендуют до десяти абитуриентов А платное обучение многим не по карману На данный момент сейчас вот у нас даже в ДОСА работают люди уже, ну как говорится, возрастные Вот сейчас уйдут они, а заменить совершенно неким Не готовится этих кадров, потому что государство никакой заботы в этом не проявляет Обучиться очень сложно У нас масса есть запретительных нормативных документах А вот именно государственной политики в области авиации общего назначения ее просто нет Нет никаких ни целей, нет никаких ни задач, ни в количественном Допустим, по количеству ежегодного прироста пилотов авиации Общего назначения воздушных судов авиации Общего назначения инфраструктуры наземной Это, значит, соответственно, посадочные площадки и так далее Ничего этого нет При этом частную посадочную площадку, по словам владельца одной из них В любой момент постфактум могут объявить объектом транспортной инфраструктуры Для этого достаточно единоразового приземления борта с массой выше 5,7 тонн Как только вас признают объектом транспортной инфраструктуры, ждите проверок Проверки проводятся прокуратурой Проверки прокуратуры не ограничиваются ни по времени, ни по количеству, ни по составу этой проверки То есть прокуратура может приходить У нас она приходила 9 раз подряд 9 раз подряд в течение одного лета В ходе проверок, говорит Дмитрий, прокуратура признала холодильник с мороженым Пожароопасным объектом И выписала штраф 200 тысяч рублей И это только один из эпизодов Суммарно финансовые наказания могут убить частный бизнес Поэтому владельцам приходится выкручиваться, дробя его на мелкие ИП Но несмотря на массу сложностей, влюбленные в небо летчики не теряют надежды на возрождение малой авиации В том числе и в Алтайском крае И шансы на это есть, но только в том случае, говорит Янис Лейманис, если правительство повернется к отрасли лицом Прежде всего установить приемлемые налоги Во-вторых, нужно каким-то образом ослабить всю эту структуру, которая сейчас есть по поводу регистрации И возможностью заниматься именно коммерческой деятельностью У нас очень много предпринимателей, которые с удовольствием бы потратили на это деньги Развили инфраструктуру, не будь она такой дорогой В Горный Алтай, в Горный Алтайск, почему перелетел там куда-нибудь, Белокурихов тоже, Славгород, в Камень Вот у нас ребята же многие учатся, из Камня, Славгорода, у нас здесь Алтайская же школа-интернат Ребята со всего района, конечно, они без удовольствия летали То ли на автобусе там по 6-7 часов, на поезде там кому-то надо ехать А был бы такой, если я уверена, что очень многие пользовались им И для этого, по словам преподавателей, есть все необходимое На данный момент в стране много неиспользуемых аэродромов Которые можно превратить в авиаоазисы, дав работу большому числу людей И удачные примеры уже есть Так в 2020 году запустился аэропорт Белокурихе Но это, говорят авиаторы, скорее исключение из правил И более актуальна ситуация с аэродромом Бийска Авиагавань в Наукограде не используется с 2009 года В 2017-м собственник Бийского и директор Новосибирского аэропорта Евгений Янкелевич высказался о возможности инвестирования в объект 250 миллионов рублей На сегодняшний день мы готовы инвестировать в восстановление аэропорта Бийска Для этого акционер готов вложить в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры Тогда основным требованием для старта работ над новым терминалом Янкелевич назвал строительство новой взлетно-посадочной полосы Если Александр Богданович Карлин скажет, что будет построена полоса, которая будет способна принимать самолеты гражданские Ну, как раньше третьего класса Мы готовы построить терминал в Бийске порядка 2000 квадратных метров Он будет соответствовать всем требованиям авиационной безопасности и комфорта Однако дальше этих слов процесс строительства нового терминала и возрождения аэропорта не сдвинулись Сейчас здание продолжает ветшать, а старая взлетно-посадочная полоса зарастает травой летом и разрушается от снега зимой Точку в истории восстановления в 2020 году поставил ныне осужденный за взятку министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев По его словам, которые цитирует сайт bework.ru, аэропорт вряд ли будет интересен авиакомпаниям из-за отсутствия устойчивого трафика и непонимания, возможен ли он вообще Большинство маленьких аэропортов, говорят авиаторы, постигла еще более страшная судьба От них попросту не осталось и следа Например, так произошло с аэродромом в поселке Джазатор, который в свое время принимал по три рейса в день Если федеральные власти не решатся на финансирование малой авиации и смягчение требований для бизнесменов, ситуация в стране и крае не изменится А значит, перспективная и уникальная отрасль так и продолжит погибать Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком Продолжение следует...